Зураб Замирович, совсем скоро, а если быть точнее, 4 ноября, в Москве состоится масштабная выставка, где будет представлен наш регион. Хотелось бы узнать, что готовит Карачаева Черкесия ко Дню Народного Единства и чем мы сможем похвастаться, так сказать, на вот этой обширной сцене. События действительно знаменательные, таких выставок в новейшей истории нашей страны еще не было. И сам формат берет начало в советское время, когда и была построена выставка достижений народного хозяйства. Сейчас это ВВЦ, Всероссийский выставочный центр, и там огромный павильон номер 57, павильон России, выделили для того, чтобы все регионы, вся Россия могли представить каждый из регионов и рассказать о себе. Выставка продлится с 4 ноября, откроется она в День Народного Единства и закроется она в День Космонавтики 12 апреля следующего года. То есть это длительная выставка, наш стенд будет находиться, как и стенд других регионов, там на постоянной основе. Но помимо ежедневной работы стенда, мы по разным направлениям в республике запланировали еще ряд мероприятий, которые будут внесены в календарь, и все жители и гости столицы смогут познакомиться в эти дни с нашей республикой глубже в том или ином направлении. Конечно, мы готовим культурную программу большую, непосредственно культуру мы будем показывать в таком формате. 8 декабря состоится День региона, День Карачаева Черкесской Республики на этой выставке, и мы отправляем туда больше 100 человек для того, чтобы в самых разных форматах рассказать о том, что же такое Карачаево-Черкесия культурное сегодня. Конечно, будет большой концерт, а напротив фонтана Дружбы Народов, это самый большой, самый красивый фонтан на ВВЦ, будет установлена большая открытая сцена, и 8 декабря специально нагонят теплый воздух пушками тепловыми, чтобы артисты наши не замерзли, но большому количеству зрителей на площади помещается несколько тысяч человек, показали лучшее, что у нас есть. Это государственный ансамбль танца Эльбрус, это наши артисты и государственные филармонии, и эстрадные артисты, это театральные постановки, которые в формате концерта мы все объединим, чтобы показать, что сегодня имеет Карачаево-Черкесия в культурном запасе. Помимо большого, концерта на большой сцене запланированы еще разноплановые мероприятия, чтобы показать другие аспекты нашей культуры. Например, мы вводим новый формат лекторий. Вообще в Карачаево-Черкесии форматы такого публичного разговора, рассказа о какой-то теме, лектория, они еще новые. И мы как раз, имея такое задание поднять продукт на такое качество, приемлемое и известное в Москве, мы создаем лекторий, которые будут интересны как жителям Карачаево-Черкесии в будущем, так и жителям Москвы. Но первые наши шаги в этом направлении опираются на первые в истории Карачаево-Черкесии фотографии. Замечательный фотограф Дмитрий Ермаков в конце 19 века был первым фотографом, который приехал к нам в регион, снимал в тот момент станицу Баталпашинскую, снимал ближайшие аулы, горные территории. Это первые фотографии, которые хранятся у нас в музее. Они в свое время были оцифрованы и помещены вообще в российский архив, потому что это действительно история. Но в формате выставки в Москве мы предложили формат кинолектория, когда сотрудник музея, историк, специалист, который знает, наверное, лучше всех в мире про содержание этих фотографий, про историю, хранящуюся за каждой из них. Он в формате лекции с живой подачей, с историческим презентационным материалом на экране будет рассказывать как раз о том, что же смог запечатлеть Ермаков, насколько это было уникально для культуры всего Северного Кавказа на тот момент, и что мы сегодня можем из этих фотографий почерпнуть. Поэтому такой формат лектория мы внедряем, и дальше он будет еще и в Карачаево-Черкесии, и затем путешествовать по нашим районам. Отдельный большой блок программы – это наше региональное кино. Карачаево-Черкесия становится одним из лидеров регионального кино. Только за последние годы у нас вышло несколько полнометражных фильмов художественных, и нам выделяют целый кинозал, 130 мест, в котором мы по расписанию, о котором зрители тоже узнают, покажем фильм «Испытание углом», нашу семейную комедию, который сейчас выиграл уже международный фестиваль детского семейного кино. Фильм «Сказку. Три брата». Это сказка, основанная на нашем эпосе. Мы расскажем о современном документально-игровом фильме Артура Кенчишавова «Алмаста», где такое интересное детективно-документальное расследование проводится на такой сказочный мифологический сюжет. И, соответственно, у нас в запасе есть короткометражки, которые мы тоже хотим показать. Поэтому кинотеатр к нашим услугам и к вниманию наших гостей тоже будет представлен. Конечно же, большое внимание мы уделяем подготовке выставки мастеров народно-художественных промыслов, потому что это то, чем по праву гордится наша республика. Сегодня наш колледж культуры и искусств выпускает ежегодно мастеров, которые с каждой своей дипломной выпускной работой мастерство художников в целом в республике поднимают на новый уровень. Мы это видим на защитах дипломных работ, мы это видим на выставках, в которых они принимают участие, и очень много побед за последнее время у наших мастеров. Поэтому работы выпускников колледжа и работы уже взрослых работающих мастеров во всех направлениях художественных промыслов будут представлены в отдельном большом павильоне, который называется Дворец культуры. Это отдельное здание. Соответственно, там можно будет увидеть и некое представление, презентацию в целом направлении народно-художественных промыслов. Мы сейчас готовим маленький фильм, чтобы зритель, придя туда, смог не только увидеть предметы, не только пообщаться с мастером, но и получить такой более широкий экскурс. И в то же время, конечно, запланированы мастер-классы и по золотому шитью, и по работе с тростником, по плетению циновки, и работа с глиной, с деревом. То есть интересные мастер-классы будут доступны как детям, так и взрослым. Еще один интересный формат, новый для нас формат. Мы вводим в направление демонстрации наших национальных костюмов. Вообще, Карчаво-Черкесия является хранителем и во многом даже общекавказским неким вдохновителем, источником создания национальных костюмов. Сейчас они переживают второе рождение, потому что вновь все больше и женские национальные платья, и мужские костюмы используются и на торжественных мероприятиях, и даже в быту. Мы видим стилистические какие-то решения. Но, конечно, мало просто показать, как сшит костюм, как он был сшит 100-200 лет назад. Мы решили наш показ наших костюмов, и взрослых, и детских, и мужских, и женских, превратить в театрализованное представление. То есть вместо обычного дефиле, когда модели либо стоят, иногда это просто манекены бывают, иногда живые модели просто стоят, и можно смотреть костюм на них, или это дефиле, когда все проходят по дорожке. Мы придумали формат театрализованного представления, когда наши герои в костюмах древних времен будут изображать сюжеты, демонстрирующие наши традиции, нашу культуру, наши правила поведения в обществе. Все то, что мы хотим сохранить, все то, что сегодня иногда подвергается угрозе глобализации, то, что мы боимся потерять, мы как раз хотим и сами себе, и нашим гостям рассказать. А что такое традиция, когда девушка могла бросить платок и прекратить конфликт двух джигитов в ссоре? Как себя вели взрослые, старшие и молодежь? Какие взаимоотношения, как демонстрировалось уважение к старшему поколению? Какие традиции существуют при создании новой семьи или рождении ребенка? Все это мы в республике знаем, храним, но мы придумали такой формат, где это будет не просто рассказ, не просто проходка в костюмах, где это будет общий такой яркий театрализованный продукт с музыкой, с световыми эффектами. То есть маленький спектакль в то же время с акцентом на именно историю костюма. Ну и в завершении нашего дня региона, дня Карачао-Черкесской республики, конечно же, мы ставим яркую, мощную точку, нашу фирменную визитку. Мы проводим мастер-классы по национальным танцам, в которых наши мастера из ансамбля «Эльбрус» смогут любым желающим показать какие-то базовые движения, шаг, рассказать об истории танца, о том, какое он историческое, культурное значение имеет. И, соответственно, тоже небольшой хореографический батл, сражение такое, соревнование. И мастер-класс будет такой финальной точкой нашего дня региона. На других площадках мы сейчас прорабатываем вопрос проведения дегустационных мероприятий, потому что кухня пяти народов нашей республики и даже большего количества проживающих здесь народов, она, конечно, любима нами, и гости республики всегда с радостью пробуют все наши блюда. Мы хотим провести дегустационное мероприятие в Москве. И помимо этого сейчас прорабатывается вопрос размещения стенда с сувенирной продукцией, чтобы была возможность всем жителям, всем посетителям выставки приобрести какие-то сувениры о Карачаево-Черкесии. Это то, что мы готовим по линии Министерства культуры. Отдельно наши коллеги из других направлений также готовят обширную программу. Это и образовательные мероприятия, и спортивные мероприятия. Большой акцент, конечно же, ставится на информирование публики в наших развивающихся туристических возможностях. Но в целом на это и направлена выставка. Она для того и делается, чтобы каждый мог в одном месте увидеть, что же сегодня представляет собой Россия. Потому что, конечно, этой информации не хватает. Конечно, мы до сих пор часто живем стереотипами, не зная реальных вещей о других регионах, о других народах нашей страны. И сейчас такое очень важное, консолидирующее, объединяющее всю страну мероприятие. Я думаю, оно интересно будет как участникам. Мы однозначно сами будем ходить в гости в другие павильоны, следить за мероприятиями коллег. Так и для широкой общественности. И я думаю, что вот этот именно период с ноября по апрель несколько миллионов человек смогут посетить эту выставку. Ну, в том числе и наш стенд. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok